Пятая охотка Путина. Все это напоминает откровенный шантаж. Неужели Крокус это только начало? Путин спустил директиву на него категорически не реагировал. Готовы ли к заговору против Путина голодные российские олигархи? Сейчас эта кормовая база существенно уменьшилась с войной. И решится ли кремлевский диктатор на новое большое наступление на Украину? Самая большая проблема именно у Хайкова. Именно по этой драме в подмосковном Крокус-сити-холле и запомнят начало очередной шестилетки Путина. Но мы должны задаться вопросом. Никто, а для чего именно это сделал? Как эти события отобразятся вначале на самой России, а затем и на войне в Украине? Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Это заявление диктатора звучит на коллегии ФСБ за три дня до событий в Крокусе. Это та самая ФСБ, которая должна была отреагировать на предупреждение США о высокой вероятности Армагеддона в Москве. Но не отреагировала. Когда президент дает указание не обращать внимания, то поверьте, что самое безопасное, что может сделать подчиненный, особенно когда речь идет о военных людях, о людях в погонах, это не обращать внимания. Эта операция была против Путина. Эта операция была не в пользу Путина. Тогда кто же был ее кукловодом? Одна из версий, ее готовили скрытно в ФСБ. В так называемой второй службе, или проще, двойке. По принципу, чтобы подавить бунт, нужно его возглавить. Все очень просто. Управление по борьбе с распространением нелегальной торговли наркотиков или распространением наркотиков занимается нелегальной торговлей наркотиков. Управление по защите конституционного строя занимается подрывом конституционного строя. Кто же снял сливки от драмы в Крокусе? Путин, который во всех российских проблемах обвиняет Украину? Или кто-то другой? То есть он признается, что украинские спецслужбы настолько сильны, что они могут устроить любую кровавую бойню прямо в Москве, прямо на мозгах у Путина в 10 минутах от его Новогорёва. Еще двум башням Кремля, а именно ФСБ Бортникова и Совбеза Патрушева, драма в самом сердце России тоже невыгодна. Ведь с таким провалом спецслужб можно легко лишиться своих теплых тресер. В нормальном другом государстве сейчас бы уже ушел в отставку Путин, ушел бы в отставку Патрушев и ушел бы в отставку директора ФСБ и начальника МВД. Вот одна из версий, кому нужен был Крокус. Это так называемые российские элиты, которые до недавнего времени еще назывались олигархами. До полномасштабного вторжения в Украину перед ними открывались все двери. Они покупали недвижимость, яхты, острова. А теперь с этим у них проблемы. Часть российских элит очень нервничает, что сейчас те, кто имеют отношение к силовикам и ВПК, получили много власти, а их обрезали. Все это напоминает крыс в бочке. Когда еды достаточно, никто никого не обижает. А вот когда нефтегазовые доходы катастрофически падают, а деньги уплывают в карманы силовиков, самое время проверить бочку на прочность. Когда доходы от нефти были больше, там, конечно, куски кидали всем. Сейчас доходы, конечно, есть, но они не такие, как раньше. И это создает линии напряжения в российских элитах. Но тогда смогут ли голодные олигархи довести Россию до революции или гражданской войны? И не подвигнет ли это кремлевского диктатора бросить все на штурм Киева или Харькова? Узнаете чуть позже. А в такой диктатуре, как в России, с таким репрессивным режимом, это не проблема. Когда Путин планировал полномасштабное вторжение в Украину, элиты намекали ему, что долгосрочную войну Россия не потянет. Но умопомрачительное обещание мыть сапоги в Ла-Манше ослепило диктатора. На условиях, когда весь бюджет завязан на нефти и газе, санкции сжимают его, как удав. Медленно, но уверенно. Хотя бы «Газпром» продавал 155 миллиардов кубов Европу, Китаю продавали 16 миллиардов. Сейчас Китаю 22, но 22 не заменят 155. Не стоит надеяться, что санкции заработают быстро, говорят эксперты, и называют сроки. Реальные проблемы могут возникнуть в России где-то во второй половине следующего года. Это связано с тем, что приблизительно к началу следующего года они исчерпают свой так называемый фонд благосостояния. У них не останется дополнительных денег. Украинские дроны, бьющие по святая святых Кремля и его элит нефтеперерабатывающему комплексу, придают ускорение падению доходов бюджета. И это сильно злит российских экс-оллигархов. Потому что, чтобы наказать Путина, они могут стать даже скрытыми спонсорами будь то революции или гражданской войны, считают эксперты. Первый разлом – это религиозный разлом, ислам против православия. И второй разлом – региональный Москва против всей остальной России. То есть, вернее, вся остальная Россия против Москвы. Чтобы объяснить населению и элитам, что так называемое СВО будет продолжаться до конца России, спикер Путина Песков уже объявил войну войной. А особо непонятливым Собор РПЦ под председательством Патриарха Кирилла объяснил – война против Украины священна. Это абсолютно государственная программа и государственная политика Российской Федерации. Поэтому тут никаких иллюзий быть не должно. И это ровно то, что нужно ожидать от России в ближайшие шесть лет. Смогут ли частично мобилизованные россияне стать движущей силой для уничтожения путинской власти? Пока Кремль продолжает платить – нет, уверен экс-разведчик КГБ Сергей Жирнов. Сейчас забирают все-таки в основном тех, кто хочет заработать деньги на этой войне. А таких много в России. Еще таких можно миллиона-два найти довольно спокойно. О массовой мобилизации после так называемых путинских выборов эксперты говорят уже давно. Ведь успехи Путина в Украине слишком далеки от его мечтаний о Ла-Манше и Киеве за три дня. По данным Института изучения войны, россияне за полгода смогли захватить всего 500 квадратных километров территории Украины. И тут у Путина снова патовая ситуация. Мобилизуешь много – есть шанс получить войну внутри России. Или возьмут просто калаши, которые им выдадут на фронте, и как в 16-м году вернутся в Москву и в Питер и сделают революцию. А мобилизуешь мало – о мечтах захватить Киев можно забыть навсегда. Ведь от профессиональной армии у россиян мало что осталось. А мы все это время строили мощное оборонное укрепление. Обороны рубежи, та линия обороны зараз на пивничном плацдарме. Оборонные рубежи и линии обороны сейчас на северном плацдарме настолько плотны, что, чтобы их прорвать, нужно гораздо больше ресурса, чем можно даже посчитать. Даже если, ну, вообразить, что нужно будет там 500 тысяч. Нет, гораздо больше. Нет, набагато больше. Что же касается и Харькова. Наступление на него может стать роковым для россиян, считает главнокомандующий ВСУ Цирский. Но в Кремле якобы всерьез рассматривают еще одну попытку напасть на город. И даже впервые с начала войны ударили по нему капом большого калибра. Харьков – это город-миллионник, который находится в 20 километрах от границы с Российской Федерацией. И это самая большая проблема именно Харькова. Но, с другой стороны, нужно рационально оценивать все угрозы, которые есть на сегодня. Для захвата или окружения такого большого города, как Харьков, нужна не менее чем полумиллионная армия, говорит эксперт. И это только на фазу наступления и контроля захваченных территорий. Вот же из видки такие ресурсы. И откуда такой ресурс? Если они и начнут формировать даже базовую такую группировку, она не сможет это сделать быстро. Это невозможно сделать через месяц, через полгода, даже через год. За певровку, наветь за риг. Так что сейчас практически все свои ставки Путин делает на победу Дональда Трампа. Мол, деньги Украине не даст, союзников по НАТО укротит, а еще снимет санкции с Россией. Если Трамп действительно победит Европу, говорят эксперты, ждут тяжелые 6 лет. Потенциально приведет Европу, может быть, к катастрофе. Другое дело, что и Россия из этой катастрофы живой не выйдет, но это уже другое. Но кто бы не победил США, уже сейчас Европа должна консолидироваться и помочь Украине. Ведь Россия, как сказал в интервью CBS News президент Зеленский, готовит новое наступление в мае-июне. И удержать его без оружия союзников нам будет непросто.